По статистике каждый пятый житель Земли страдает от этого заболевания. В России им болеет до 30% населения, а в Америке каждый шестой житель мучается от её проявлений. Сегодня наш разговор будет посвящён аллергии, в том числе таким грозным её проявлениям, как крапивница и анафилактический шок, а также методом её диагностики, лечения и профилактики. Аллергия – это повышенная чувствительность организма к воздействию некоторых факторов окружающей среды – химическим веществам, микроорганизмам, пищевым продуктам и так далее, называемыми аллергенами. Аллергии можно по праву присвоить второе название – болезнь века. Сегодня аллергическими заболеваниями страдают многие взрослые дети. Степень тяжести и число заболевших людей увеличивается очень быстро. Считается, что это может быть связано с большой загазованностью воздуха, химическими отходами предприятий и большим содержанием аллергенов в окружающих нас предметах, состоящих из синтетики и всевозможных красителей. Основное лечение аллергии сводится к выяснению непосредственного аллергена и полному его изолированию. В этом деле важнее профилактика, чем само лечение. Аллергия является индивидуальной болезнью и лежит в основе таких заболеваний, как, например, бронхиальная астма, крапивница, дерматит. Развитие некоторых инфекционных заболеваний может сопровождаться аллергией. Условно выделяют две большие группы аллергенов. Аллергены, поступающие в организм извне – экзоаллергены, и образующиеся в организме человека при повреждении его тканей – эндоаллергены. Эндоаллергены могут образоваться, например, при тяжелом ожоге, когда кожа и подкожная клетчатка больного изменяются настолько, что становятся для организма чужеродными тканями, и организм вырабатывает против них аллергическую реакцию. Экзоаллергены разделяют на подгруппы – бытовые, пыльцовые, пищевые, лекарственные, аллергены, содержащиеся в косметических и моющих средствах, а также бактериальные аллергены. Домашняя пыль – один из основных аллергенов, относящихся к подгруппе бытовых аллергенов. Если посмотреть на эту пыль под микроскопом, то можно увидеть, что она состоит из мельчайших частичек ткани, одежды, кусочков дерева, металла, волос человека, домашних животных, кошек и собак и т.д. Каждый в отдельности из этих компонентов пыли, как и весь комплекс их, может вызвать аллергию. Выделяют следующие основные симптомы аллергии. Покраснение глаз, слезоточивость, заложенность носа, покраснение кожи, астма, припухлость слизистых, боль и воспаление суставов, появление крапивницы, экземы, расстройство желудка, диарея, рвота. А теперь подробнее поговорим о различных проявлениях аллергии. Дерматоз, или поражение кожи, проявляются различными высыпаниями и раздражениями. Симптомы такой аллергии – интенсивное покраснение, зуд, образование уплотнений, шелушение, корки, самопроизвольное образование трещин и разрывов кожи, сухость. Респираторная аллергия – это аллергия, вызванная вдыханием аллергенов. Такая аллергия проявляется в виде чихания, зуда в носу, насморка, возможен сильный кашель, хрипы в легких, а в некоторых случаях удушье. Аллергический конъюнктивит – это аллергическое воспаление конъюнктива глаза, характеризуется покраснением и отечностью век, зудом, слезотечением, светобоязнью. Симптомы аллергического конъюнктивита могут быть выражены настолько, что мешают человеку в работе и даже нарушают сон. Достаточно часто можно встретить такую разновидность аллергии, как энтеропатия – комплекс кишечных заболеваний, вызванных пищевыми аллергенами. Проявления этого вида аллергии следующие – рвота и тошнота, понос, боли в животе, отек губ, языка и горла. Поражены могут быть разные участки пищеварительной системы, ротовая полость, кишечник и т.д. Но в большинстве случаев поражение затрагивает одновременно несколько зон пищеварительного тракта, а симптомы этих поражений практически ничем не отличаются от поражений другого характера, например, воспалительных процессов. Аллергическая крапивница – это острое заболевание, при котором на коже и слизистых оболочках образуется сыпь в виде волдырей в результате попадания в организм какого-либо аллергена. Симптомы аллергической крапивницы – недомогание, плохое самочувствие, выраженная головная боль, тошнота, отдышка, головокружение. На коже или слизистых оболочках образуется обильная сыпь, которая может располагаться на шее, груди, животе, спине, руках и ногах, на губах, в области мягкого нёба или гортани. В месте поражения больного беспокоят зуд или жжение. Также возможны чихание и заложенность носа, нередко наблюдается повышение температуры тела. Анафилактический шок является самым опасным видом проявления аллергии, которое возникает при повторном попадании аллергена в организм. Анафилактический шок обычно развивается в пределах от 1 до 30 минут с момента контакта с аллергеном и зачастую может закончиться летально, при неоказании быстрой и грамотной медицинской помощи. Распознать его можно по таким признакам, как резкая отдышка, судороги, потеря сознания, появление сыпи по всему телу, непроизвольные мочеиспускания и дефекация, рвота. Если у человека присутствуют вышеперечисленные симптомы, необходимо незамедлительно вызвать скорую и оказать первую помощь. При анафилактическом шоке медлить нельзя, так как это может привести к летальному исходу. В случае остановки дыхания и сердцебиения нужно провести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Если человек в сознании, необходимо уложить его на бок, расстегнув все застежки одежды и ремни, под ноги подложить подушку или свернутый из полотенца валик, чтобы они были приподняты, устранить воздействие аллергена, проветрить помещение, наложить жгут выше места инъекции или укуса, обработать рану антисептиком, приложить холод, убрать изо рта зубные протезы, следить за пульсом, давлением, дыханием. Дайте пострадавшему антигистаминные средства из тех, что есть в домашней аптечке, например, тавигил, супрастин или диазолин. После приезда медицинских специалистов предоставьте им информацию о точном времени начала реакции, симптомах и той помощи, которая была оказана Вами. Чтобы вылечить аллергию, прежде всего надо узнать причины ее происхождения, то есть найти аллерген, вызывающий в организме аллергическую реакцию. Есть два распространенных диагностических метода, которые помогают выяснить причину возникновения аллергии. Первый – это анализы крови для обнаружения антител. Второй – кожные пробы для определения аллергенов. Для лечения всех заболеваний и аллергической природы используется несколько групп проверенных временем лекарственных препаратов. Порядок, дозировку и комбинацию которых определяет исключительно лечащий врач, исходя из каждой конкретной ситуации. Неправильно подобранное лечение может вызвать побочные эффекты и привести к обострению болезни, а само лечение аллергии вообще недопустимо. Для того, чтобы предотвратить возникновение аллергии, чаще занимайтесь уборкой. Избегайте при этом очень агрессивных моющих и чистящих средств. Не злоупотребляйте пушистыми одеялами и длинно-ворсистыми коврами. Если аллергию вызывает пыльца, то по возможности выходите на улицу после двух часов дня, когда активность выброса пыльцы угасает. Не забывайте о том, что многие продукты питания имеют те же аллергены, что и пыльца. К примеру, десерты из фруктов, мёд, коньяк. Кстати, в Японии предлагают делать вакцины не для людей, а для растений. И некоторые кедровые сорта уже прививаются, что снижает количество вырабатываемой ими пыльцы. Напоследок забавный факт. У Мела Бланка, человека, который озвучил мультипликационного зайца в Аксабане, была аллергия на морковь. А на сегодня это всё. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Здоровья Вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!